В матче 1-16 Кубка России Курский авангард со счетом 2-5 проиграл Сибирьев. Однако это поражение вряд ли можно назвать позорным. Команда хозяев боролась как никогда. И даже оставшись без голкипера и тренера, показывала неплохой футбол. С первых минут не было заметно разницы в классе команд. Более того, активный авангард мог решить исход встречи еще в первой половине матча. Уже на второй минуте Игорь Бороздин, не стесняясь метров с 20, потревожил экс-спартаковского вратаря Войцеха-Ковалевский. Затем за две минуты поляк дважды вытаскивал мяч из сетки. На восьмой минуте Денис Синяев обыгрывает своего визави на левом фланге, проходит почти до лицевой линии, простреливает в штрафную. Мяч получает Игорь Бороздин, стоящий у пустых ворот. 1-0. Как под копирку проход Синяева, пас к линии штрафной, оборона Сибири сбивает Сергея Михайлова. Перед ударом со штрафного в метрах 20 от ворот разбегается трое. Капитан авангарда Альберт Борзенков пробивает стенку. 10-я минута. 2-0. В начале второго тайма новосибирцы включили скорость и рванули в атаку. Успех пришел быстро. На 50-й минуте только что вышедший на замену Игорь Шевченко замкнул прострел на дальнюю штангу. 2-1. Пытаясь успокоить игру, вратарь Курян не торопясь выводит мяч в игру и получает горчичник. А на 82-й минуте случается беда для хозяев. Чижов выскочит на дальний навес в скоплении своих и чижих игроков, промахивается по мячу и отправляет кулаком в нокдаун Антипенко. Судья Лаюшкин превращает вторую желтую карточку в красную. Три замены авангард уже провел. Вратарский свитер приходится надеть защитнику Дмитрию Тимачеву. К 11-метровой отметке подходит защитник Сибири Дмитрий Молош и забивает своему коллеге и тезке. Хотя тот угадал направление удара. 2-2. Нечейная серия заканчивается на 105-й минуте, когда Медведев с 11-метровой отметки изящным кивком отправляет мяч в дальнюю девятку. Дальше атака 4 на 3 и Шевченко оформляет дубль, точно поразив нижний угол. После этого от гола гостей спасает Ковалевский, взяв в ближнем углу удар Синяева. А на последней 120-й минуте Чижик подвел итог матчу. Авангард, несмотря на поражение, получает от своих фанатов овации, а судейская бригада шквал из бутылок и мусора. Авангард, несмотря на поражение, получает от своих фанатов овации, а судейская бригада шквал из бутылок. Авангард, несмотря на поражение, получает от своих футболистов, я оцениваю их как единую команду. Уже какие-то оценки личностные я дам на разборе, либо в личной беседе. Я могу сказать, что команда была наша намного сильнее. То, что Сибирь вылетит из Вишилики, у меня даже сомнений нет. Потому что с такой игрой, в которой она играет, плюс еще эти люди в полосатых купальниках. Но если не могут забить Тимачеву, тогда о чем можно говорить о уровне игроков в Сибири? Опыт, наверное. Премьер-лига все-таки. Наверное, зажали как-то. Стушевались, а втором тайме вышло чуть-чуть. В первом тайме вроде здорово играли ребята, 2-0 повели. А сейчас вроде как в втором тайме они начали навал, просто надо было где-то подержать.